приветствую вас коллеги давайте посмотрим на рынок и выясним на чем же можно было заработать и вначале я хочу обратиться к словам байдена который сказал что московская биржа не открывается только по одной простой причине потому что когда она откроется она ли взорвется или развалится вчера мы с вами наблюдали открытие московской бирже по итогам вчерашних торгов биржа закрылась с ростом более четырех процентов ну а теперь давайте посмотрим на основные инструменты перейдем к нашим сделкам по нефти мы видим здесь было восходящее движение некий такой тренд который был вчера пробит по золоту было также восходящее движение несколько этих дней золото пробило уровень 1949 пошло выше до уровня 1965 долларов за тройскую функцию потом скорректировалась и сейчас находится между двумя этими важными уровнями по серебру аналогичная ситуация уровень сопротивления был пробит 2550 дошли до уровня 2585 и скорректировались сейчас тестирует уровень 2550 ну и теперь давайте посмотрим на наш рынок газпром вчера основные наши активы открылись ростом достаточно неплохим по газпрома был закрыт гэп есть такая закономерность то гэп закрывается правда никто не говорит когда они закрываются но как правило гэпа закрывается вот вчера на открытии фондовой секции такой гэп по газпрома был закрыт по сбербанку к сожалению гэп не закрыт и сегодня мы с вами видим некое такое нисходящее движение что не сложно в принципе объяснить поскольку поскольку не та ситуация чтобы наши активы буквально там за одну-две торговых сессий начали безудержный рост я думаю что мы в какое-то время будем находиться в неком коррекционном движении возможно некий байковичок но в любом случае рынок будет восстанавливаться ну и вот теперь мы подошли с вами к нефти это уже наш квик на котором мы с вами видим вот это восходящее длительное восходящее движение по нефти образовалась великолепная разворотная конструкция которую наши трейдеры брали сегодня на открытии торговой сессии был великолепный сигнал и и более трех долларов можно на нем забыл заработать ну а теперь давайте посмотрим как его отыграли наши трейдеры ну хочется начать со сделки Дениса Стукалина здесь трейдер набирал позицию на удержание уровня частично было закрытие вчера но трейдер оставил позицию на следующий день и сегодня уже закрывал на уровне потенциального сопротивления на уровне потенциальной поддержки в итоге по итогу этой сделки 10 процентов к ложным средствам ну а вот эта сделка уже от другого трейдера который также набирал позиции на удержание уровня и вчера закрыл позицию с авариационной маржой порядка 500 тысяч ну а сегодня как раз на том хорошем сигнале о котором я говорил трейдер зашел в позицию и закрыл еще по нефти и согласитесь достаточно неплохо еще 900 тысяч хочется обратить ваше внимание на такой инструмент как доллар-рубль на котором можно было отрисовать вот такую хорошую наклонную что я и попытался сделать она была отрисована немножко резче вы видите вот здесь можно ее было прочертить по этим экстремуму зашел в позицию и потом я уехал к сожалению не мог контролировать был выставлен стоп выставлены тейки без меня конечно к сожалению выбил по стопу если бы я находился у монитора то конечно безусловно зашел бы в позицию но речь не об этом а о том какой потенциал сделки посмотрите две с половиной тысячи пунктов по фьючерсу на доллар-рубль по золоту картина вот такая сложилась был уровень потенциальной поддержки который превратился в уровень сопротивления затем а вчера на торговую сессию образовался экстремум который был сегодня пробит и цена как бы заперлась между оказалась между двумя важными уровнями уровнем потенциального сопротивления и уровень потенциальной поддержки потом цена вышла вниз и здесь в принципе можно было бы найти точку входа и на движение вниз неплохо заработать ну по серебру здесь ситуация немножко мне кажется похуже я не вижу потенциала сделки хорошей сделки хотя точки входа были вот здесь при пробитии этого уровня можно было зайти в лонг на отскоке но при этом при всем цена не пошла дальше это уровень сопротивления поэтому здесь лонги надо закрывать а входить ли в шорт но это уже на ваше усмотрение меня заинтересовала ситуация по сбербанку сегодня это сбербанк акции вчера как мы сами видим был достаточно хороший рост а вот сегодня цена так немножко на открытие торговой сессии подскочила но далее стало снижаться 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 и в итоге появилась вот такая интересная картина первое удержание уровня и вдобавок ко всему пробой вот такой наклоны можно назвать каким-то там трендом или так сказать там возможно какой-то консолидации но не суть в этом а в том что когда цена стала закрываться под линии этой наклоны можно было эту позицию зайти ну я попытался это сделать вот как говорится как вышло так вышло может быть выглядит не совсем это симпатично но тем не менее мы видим такое движение отрисовка наклоны и когда цена стала пробивать наклоны которые только что показал на акциях я нашел точку входа на фьючерсе как говорится сколько дали столько дали конечно ожидания были более оптимистичны но на первая цель была закрыта на уровне потенциального поддержки далее был выставлен еще каскад но по потянутом стопу впоследствии меня выбило и коль скоро мы заговорили о сбербанке возвращаясь ко вчерашнему дню была вот такая сделка кто-то скажет ну что это такое соглашусь сделка абсолютно не идеально но давайте я поясню почему я решил в нее зайти обратите внимание на стакан специально его показал вы знаете что ну я давно не видел чтобы в сбере стояли на покупку вот такие объемы посмотрите пятьдесят тысяч пятьсот тысяч и сто пятьдесят тысяч именно вот это меня сподвигло на то чтобы зайти в сделку может быть немножко поздно было нам было чуть чуть пораньше зайти и сделка была за фига закрыта по графической цели но хочется обратить ваше внимание что не только на фарсе можно зарабатывать видите что не так много было точек входа не так много инструментов сейчас дают возможность нам заработать но мы с вами хорошо знаем что кроме на рынка ford существует еще криптовалютный рынок тем более сейчас законодательно оформляется вся правовая база по операциям с криптовалютой даже прошла информация что депутатском корпусе обсуждается вопрос о расчетах биткоинах за нефть и газ вы понимаете сейчас непростая ситуация с международными расчетами практически невозможно рассчитываться по долларам и евро поэтому как альтернатива может выступить криптовалют и давайте с вами просто сделаем некий сравнительный анализ вот мы только что посмотрели с вами что можно было и на каких инструментах заработать до фарсе и посмотрим а какой потенциал криптовалютного рынка потому что они много говорят но тем не менее давайте по побольше конкретики я выбрал несколько монет вы знаете что кто в теме криптовалютной тот знает что монет тысячи очень сложно в них сориентироваться понятно что для того чтобы торговать на на криптовалюте нужен навык торговая система наша работает там я бы сказал идеально но тех у кого не хватает знаний пожалуйста у нас есть специально денисом стукалином подготовлен курс криптовалютной интенсивны которым он конкретно поэтапно рассказывает как выбирать криптовалютные биржи как отбирать монеты как торговать эти монеты ну и много много всего полезного и так возвращаемся к монетам вот так называемый доги коин который все знают его еще упоминал илон маск я обращаю только ваше внимание посмотрите на потенциал сделки удержание уровня пробой наклонной образуется точка входа трейдер заходит и потенциал сделки 16 процентов да конечно там придется подождать сделка . вход образов с 23 числа реализация была 24 то есть целые сутки но как я говорю возьмите хотя бы половину от этого движения другая монета луна или луна как ее называют удержание уровня образуется точка входа по нашей торговой системе трейдер заходит до сделка длится тоже практически сутки но здесь у трейдер даже нет сомнений в том как развиваются события она не пилит этот уровень она не уходит вниз не выбивает по стопу она просто поступательно движется вверх потенциал сделки 20 процентов ну наша с вами задача хотя бы половину из этого забрать ну если 20 процентов мало то пожалуйста другая монета называется origin protocol здесь можно нарисовать несколько наклонок если другие точки входа я выбрал самую самую простейшую сильное движение уход боковик пробитие наклонной все как мы любим и потенциал сделки 40 процентов возьмите хотя бы 20 согласитесь когда вы видели чтобы на форсе можно было взять ну ладно не 40 хотя бы 20 процентов на одном инструменте ну и в завершении таскать нашего такого краткого обзора хочется показать еще одну монету называется она аруны не обязательно запоминать это название потом отберете увидите здесь показано много точек входа я обращаю внимание первое на потенциал сделки 70 процентов вспомните было там 16 20 40 70 до эта сделка между дневной но зайдя найдя хорошую точку и зайдя в нее вам не приходится сильно переживать цена поступать ли движется вверх вы скажете да это сложно соглашусь с вами иметь такое терпение что высадить эту сделку ну конечно тяжеловато есть другой вариант вы можете брать это поэтапно то есть небольшими фрагментами пошел импульс зафиксируйтесь пошел импульс зафиксируйтесь ну вот пример хорошая точка входа импульс 15 процентов сегодняшний день еще одна точка входа уже в моменте монета дает десять процентов поэтому коллеги появилась очень хорошая возможность так называемая альтернатива форцу это криптовалютный рынок кто давно этим занимается а наши трейдеры уже более пяти лет находятся в этом рынке рекомендую очень настоятельно рекомендую обратить на него внимание если не хватает знаний я уже упомянул так сказать мы можем всячески этому помочь с точки зрения и про теоретической криптовалютный интенсив в вашем распоряжении и с точки зрения практики я имею ввиду и массив группа и дилинг на к в котором мы с вами будем разбирать все ваши сделки по криптовалюте ну а на сегодня все удачи вам оптимизма и терпения всего доброго до свидания и и и и